То есть это обоюдный процесс, который привел к выдаче такого помпезного, исторического, как оценивают в Российской Федерации, исторического интервью. Хотя в Соединенных Штатах Америки, я так понял, особо такого естественного масштаба его не признают. Да, анализируют, да, смотрят, да, читают между строк, что там было на самом деле, но там все явно. Если грамотные люди смотрят и читают то, что было между строк, то вот эта чекистская игра Путина... Знаете, вот в деятельности спецслужб основную роль зачастую психологии, взаимодействия со внешним миром, это вот эти все, по-хорошему называется легендирование, отвлечение на негодный объект. На самом деле это сплошная ложь, фейки и всякие дела, связанные с обманом противника. В данном случае Путин намеревался своими вот этими глупейшими историческими экскурсами, там оценками какими-то завести тень на плите. Может быть на российскую аудиторию, которая особо тоже не придала значения этому интервью, но оно повлияло, естественно влияет, и там люди это попроще, да, включая даже российскую элиту. Поэтому, то есть определенный эффект для внутреннего потребления, конечно, есть. Сейчас особенно пропаганда по полочкам раскладывает все эти фейки, которые Путин там озвучил, и их будет продвигать в предстоящий краткосрочный период, до следующего какого-то там большого события, которое наверняка будет происходить из-за Украины и по причине Украины. Поэтому это на краткосрочный период вот эта вот вещь действует. А то, что касается Карлсона, я внимательно послушал его выступление в Эмиратах, в Дубае, по-моему, он выступал там на какую-то правительственную конференцию большая была. Его там встречали, и он там много говорил о том, что, допустим, все президенты убивают. Дивай, это коснулось вот этого саудитов, да, которые журналистов убили. Все замазаны в этом, не имеет значения, демократическая страна, все президенты убить. Это вообще он открыто сказал, и арабы там поаплодировали ему даже за это. Вот. И там на всем протяжении чувствовалось, хотя он все время делал акцент, я гражданин США, мне Россия это не нужна, я не интересуюсь. При этом все тезисы были направлены на то, чтобы показать, Америка это плохо, Россия это справедливость и страна, которая имеет право осуществлять то, что она осуществляет. Вот это вот прозвучало. А это как раз есть то, что продвигает Трамп. Ну, сам Путин сказал, что остался не совсем доволен интервью из-за того, что готовился к более острым вопросам и готовил острые ответы, которые могли бы шокировать, значит, американскую аудиторию. Но говорит, мол, Карлсон молодец, что вот он обошел, он позаботился о как бы чувствах и эмоциональном здоровье, скажем так, своей аудитории и не задал мне острые вопросы, на которые я бы дал не менее острые ответы. Что же там, к чему же такому мог готовиться Путин? Что, собственно говоря, он и так отвечал вроде то, что просто хотел, да, не по существу вопроса, а просто рассказывал то, что было заготовки. Ну да, абсолютно, вы абсолютно правы. Во-первых, заметна была заготовка, он без всякого вот этого подготовки, как обычно интервью даешь, и человек хотя бы на несколько секунд задумывается, а потом начинает отвечать. У него шло прямо это. Причем ни на один вопрос он прямо не ответил. На многие вопросы вообще не ответил, а рассуждал там на какие-то темы. Ну, странно было смотреть. И самое главное, для меня было интересно его психологическое состояние, и видно, что он неизлечим в плане вот этой собственной шизофрении, и вот эта упертость у него на своих собственных страхах, проблемах, которые у него в голове, вот эта упертость, она выливается вот в эти дичайшие вранье, что ли, которые он озвучивает, и абсолютно заметно, что человек верит. Верить таким вещам может только психически неполноценная личность. Ну а вот постоянный гость YouTube-канала в гостях у Гордона, профессор Соловей, который похоронил Путина еще в октябре месяце, говорит, что очень похоже, что это интервью мог давать двойник. Вам в такое верится? Ну, абсолютно у меня такие вещи... Я не понимаю таких вещей. Конечно, очень интересно порассуждать о двойниках, это все, и у меня в период работы в службе охраны президента, в принципе, были такие личности, которые заменяли президента, и я могу порассуждать на эту тему. Но в данном случае надо быть более серьезным, серьезное отношение иметь к этой проблеме. Соловей заигрался, по-моему, уже давно, поэтому необходимо остановиться, наверное, каким-то образом ему надо выйти из этой ситуации, и он, наверное, не может до сих пор найти способ выхода. Вы, кстати, друзья, можете ваше мнение оставить в комментариях, а мне вот очень интересны ваши слова стали о двойниках, когда вы работали в охране президента, и вы когда-то рассказывали уже в интервью мне, друзья, можете найти о том, как двойники могли выезжать, скажем так, в автомобилях, если была какая-то угроза. То есть это все-таки немножко другой уровень, то есть одно дело посадить в машину человека, чтобы он играл роль президента, был виден его силуэт и так далее. Другое дело, когда используют двойников на каких-то встречах или для дачи интервью, я сейчас не про это говорю. Такое тоже вообще бывает, такое практикуется, чтобы на встречу пришел, например, в цели безопасности человек, который очень похож на президента. Было такое в вашей практике? В моей практике такого не было, абсолютно. Я сколько вот проводим встречи, протокольные встречи между президентами. Приезжает там Кучма, Ющенко, допустим, эти узбекские, таджикские, чаще с советскими президентами встречались. И ни одного из них я не видел, что это фейк. У меня очень хороший друг, однокашник по КГБ был в этом, руководитель службы охраны Каримова Узбекского. Вот они пытались, тоже мы с ним откровенно поговорили, они пытались Каримову сделать двойника такого более настоящего, который мог бы выйти на какие-то официальные мероприятия. Но он сказал, это практически бесполезно. Они подбирали несколько актеров для этих ролей, были очень похожи. Он даже мне фотографии показывал, но просто не отличишь. Но говорит, это практически это сделать невозможно. Не знаю, я ему верю и понимаю, что это. Ну, а западных президентов я смотрел, правда, давно. Это Жак Ширак еще был, Клинтон был. Там даже признаков о том, что они пытаются сделать подобное. Хотя в американских фильмах это сплошь и рядом. Но фильмы, жизнь, это совершенно разные вещи. А как бы вы тогда, господин Усаев, просто заканчивая эту подтему, как вы бы ответили тем, кто просто показывает реально фотографии буквально в течение нескольких лет о том, как менялся Путин? И действительно по фотографиям в тех или иных поездках можно представить, что это разные люди. То есть это, ну вот как бы вы это объяснили? Ну, фотографии-то реально, там может разный размер уха быть, внутренняя конфигурация уха там, или горбинка носа, что-то. Ну, это все связано, по-моему, с фотографированием, с техникой осуществления вот этих видео и фотосъемок. По-другому, я просто не специалист в этих делах, поэтому оценивать не могу. Но просто, можно, знаете, если человек хочет верить, то он поверит. Сто процентов, сто процентов, господин Усаев. Тут еще возвращаясь к интервью, любопытная была реакция у бывшего президента Монголии. Он отреагировал на то, как, значит, Путин там показывал копии исторических каких-то документов, как я говорил о каких-то картах, об исторических российских землях. И вот, значит, бывший президент Монголии выложил у себя в Твиттере несколько карт, где Россия вписана в границы Монгольской империи. Он говорит, мы, мол, мирная нация, независимое государство, мы не претендуем. Ну, просто раз уж карты, типа, показывает, то вот как бы у нас вот и такие карты есть. В целом, вот, да, как вы относитесь вообще к тому, когда апеллируют к каким-то отрезкам времени, когда те или иные территории были в составе тех или иных государств? Просто тут же можно разные отрезки подбирать, на самом деле, и доиграться можно до очень неприятных вещей. Да, это вообще игра с историей и применение исторических фактов для современной политики и деления, что ли. Это неприемлемая вещь. У нас в Казахстане еще до вот этого монгольского выступления с 2014 года идут вот эти дебаты, что ли, о том, что кому принадлежало. Среди историков, политологов, журналистов, значит, между Россией и Казахстаном. Мы им говорим, мы, конечно, вы виноваты в нашем Ашаршелыке, это Голодомор, но мы каемся, виноваты перед вами, что 300 лет вас геноцидили там во время Орды. Вот, мы перед вами каемся, вы должны перед нами тоже каяться. И вот эти дебаты идут. Какая территория, когда Оренбург был столицей Казахской АССР в свое время, поэтому Оренбург отдайте, что ли, на подобные вещи. И вот эти вот разговоры. Но, конечно, с россиянами на эту тему, особенно с их журналистами и политиками, такого пропагандистского направления, спорить, это только скандалить получается. От нескандала только выливаются вот эти территориально-исторические вопросы, когда обсуждаются между государствами. Действительно, вся территория Российской Федерации, может быть, московские болота тогда, в те века, значит, были за полянами древлянами, а остальное все было за тюрками и монголами. Это исторический факт, от которого невозможно отвертеться. И этот монгольский бывший президент или премьер, как его, он абсолютно прав. И его вот это мягкое замечание, что мы мирные люди, ничего эта карта не обозначает, оно, конечно, очень так красиво он преподнес эту проблему. Поэтому воевать на основании каких-то исторических фактов, это абсолютно неприемлемая вещь. То есть, есть вот эта вот хельсинская договоренность, на основе которого существует сегодня, заменит, если Европа, допустим, ваши проблемы украинские, заменит акт, хельсинский акт 1975 года, то, пожалуйста, можно как-то делиться, разбираться. Ну, коль скоро действует за какое-то законодательство международное, надо его придерживаться. Раз нарушил законодательство, оккупировал, совершил агрессию, значит, все, за это ты ответишь. И ответишь по полной программе. Да, остается только верить в это, что действительно эта кара настигнет нарушителя международного права. Давайте поговорим еще, вот мы сегодня затрагивали тему выборов в Соединенных Штатах. И, ну, принято, да, так вот, как бы считать, что администрация Путина будет прилагать усилия для того, чтобы помочь выиграть выборы в Соединенных Штатах именно Дональду Трампу. Однако, на публику Путин сделал такое очень интересное заявление. Он заявил, что для России будет лучше, если на выборах в Соединенных Штатах победит именно Байден, а не Трамп. Мол, Байден более опытный, он прогнозируемый, в отличие от Трампа. Ну, и любопытно, что Путин даже вступился за Байдена, которому, значит, нередко ставят в упрек какие-то, ну, вероятные возрастные изменения, да, там, то он забудет что-то, то еще, значит, там, не знаю, ступится. И вот Путин прокомментировал это, говорил, я встречался с Байденом в Швейцарии три года назад, и уже тогда говорили, что он недееспособен. Но ничего такого я не увидел. Ну, подглядывал, говорит, в свою бумажку. Я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну, кто из нас не бился головой? Пускай первый бросит в него камень. Конец цитаты. Чего это так? Путин, мало того, что публично, как бы, да, вроде даже, ну, те, кто имеет право голосовать, там, в Америке, этнических россиян, получается, призывает голосовать за Байдена, да, оправдывает его какие-то, ну, скажем, вот эти моменты, над которыми обычно, там, наоборот, смеются противники Байдена. Как думаете, что это за стратегия? Ну, о том, что Путин крайне заинтересован в победе Трампа, тут сомнений у меня никаких нет. Потому что это два таких друга, как где-то я посмотрел, влюбленных друг друга. Это такое впечатление у меня остается. Это первое. Второе. Знаете, у американских президентов много интересных таких отклонений, что ли, я вот помню. И Рейган, интересно, был, и Буш-младший, особенно, с какими-то... А в чем? Ну, какой-то пример про Рейгана, про Буша, приведите, пожалуйста. Самый распространенный, Австрию с Австралией путают, постоянно. Даже сам Трамп, помните, у него был, это Австрия с Австралией путали. То есть высказывания абсолютно, так сказать, ну, не касающиеся таких стратегических вопросов, когда человек подготовился и выступает, а когда идут экспромты, у Байдена часто идут экспромты. Он там убийцей, помните, этого Путина назвал, и потом шум поднялся, ему пришлось как-то это все обговаривать каким-то способом, вернее, его окружению, администрации. Вот эти вот вещи, они часто вырываются. И отличать Байдена вот из-за того, что у него возраст такой, у него встречаются такие вещи, по-моему, отличать от других президентов американских смысла никакого нет. Нормальный, абсолютно нормальный, адекватный человек, на мой взгляд. Путин тоже апеллирует к этому, что он совершенно, так сказать, опытный и дееспособный. Но это сделано специально, показать, что Трампу дает козырь о том, что вот видите, с этим диктатором Путиным Байден, а не я, и как-то тень отплетения отвести. На самом деле они взаимозависимы, Трамп и Путин. Вот еще в свои годы, когда проходило вот это расследование Мюллера по поводу, значит, причастности Трампа к России, что его продвигает Россия, я очень сожалею, что они не сумели довести до конца реально. Выводы не стал делать Мюллер, как вы помните. Он просто привел эти все факты с помощником этого Трампа, с его зятем, сыном, которые открыто практически консультировались о ходе предвыборной кампании с российскими спецслужбами и посольством, вплоть до самого Путина. То есть связь, еще эта публикация английского корреспондента о том, как завербовали Трампа в Москве в начале 90-х годов, это, на мой взгляд, абсолютно реальная вещь. Господин Мусаев, а тут вот тогда хочу уточнить, вот вы как человек, который знакомый с работой спецслужб, в целом, ну вот вербовка, да, вот для того, чтобы такой длительный промежуток времени, все равно держать, скажем так, под контролем, ну, человек какого-то, да, ну, в том числе, то есть это политик такой величины, как Трамп, нужен, как я понимаю, какой-то, ну, это же уже не вопрос денег, скорее всего, это вопрос, там, наверное, какого-то компромата, может быть, или что-то. Вот какой может быть рычаг давления у Путина потенциально, да, вот на Трампа? Что это может быть? Ну, вот фигурально, просто вот если представить. В таких случаях держать, там, с девяностых годов до четырнадцатого года человека на связи, нету необходимости такой. Достаточно того, что вот в литерный номер спецслужбы, так называют, номера, обеспеченными всеми видами контроля, аудио, видео, номера, в которых проживает бизнесмен на такого уровня, какой был Трамп в девяностых годах, это абсолютно обязательное условие. И при том, что Трамп в моральном плане, мы знаем все, что он там с женщинами и прочие вещи, однозначно, что его в номере сняли и скомпрометировали сильно. И вот эта пленка, неважно, что в девяностых годах даже мысли не было, что Трампа надо будет когда-то вербовать или что-то делать с ним, но пленки лежат эти, все года лежат, и ФСБ их хранит, потому что, особенно это американцев касается. И когда уже возникла ситуация, там Трамп начал замысел продвигаться в президенты, ему однозначно, обычно компромат не показывается, вот смотри, мы тебя сняли, такого нет. Просто приходит человек там или через его сына, зятя, говорят, вот там вы были в таком-то году в Москве, вы были в этом номере, а вот там были другие женщины. Вот не знаю, может быть, вас там засняли. И все, этого достаточно для того, чтобы вести с ним уже дальнейшую работу, психологическую по вербовке. И не важно, что его завербовали, не завербовали. Самое важное, что он психологически готов помогать России, помогать лично Путину. И заинтересован в этом. Путин заинтересован в Трампе для того, чтобы он развалил НАТО, ну, грубо говоря, да? Трамп пусть развалит НАТО. А Трамп заинтересован в Путине, чтобы вот эта вот вся экономика Украины и России развалилась. И Америка в этом, в результате развала вот этих всего евразийского пространства будет еще более мощной. У них, их задачи абсолютно коррелируются. Путин, может быть, реально хотел бы вывести войска и остановить, но Трамп, допустим, если он придет к власти, он не даст. Он будет заинтересован в продолжении этой бойни, что ли. Как Путин называется, борьба русских с русскими, гражданская война, вот это. В понимании Трампа это то же самое. Это гибнут вот эти люди, чуждые американским вот этим консерваторам, я их мягко называю консерваторами, но это не лучшая категория американского establishment. Вот так вот сложно. Но это братья, которые связаны теперь на долгие годы. И если Трамп придет к власти, ему, конечно, не удастся продвинуть вот эту путинскую политику внутри США. Только вот, как я уже говорил, помешает Конгресс и помешает коллективный Запад, будем говорить. Но некоторые усилия он будет предпринимать в интересах Путина. Раскаты текущие, как Путина. Субтитры сделал DimaTorzok